всем огромный огромный привет и добро пожаловать на мой канал меня зовут маргарита и добро пожаловать в общем сегодняшнее видео будет ответы на вопросы и ответы на ваши комментарии исходя из того что я сейчас зачитаю абсолютно рандомно я еще даже вот мне приходили эти комментарии я их уже там да могла на них что-то ответить но я уже много чего не помню так что сейчас буду заходить и отвечать исходя из моих ответов я в общем выберу название для своего ролика на любом случае тема будет переезда я все вожусь своими подушками новыми вот эти кстати наволочки я заказывал в икее и на моем канале втором уют за пять минут я уже снимала этих наволочках видео и о подушках о новых тоже скоро выйдет ролик либо уже выше в общем я как-то пытаюсь с моими тремя каналами управляться еще вышла на работу поэтому скажу вам дело непростое но меня уже это в любом случае радует тем более хотел поблагодарить вас вначале дорогие подписчики что вы подписываетесь смотрите и за вашу активность ваша активность дает мне понять что видео интересное и вот это видео собственно снята по мотивам ваших комментариев то что не было бы комментариев не было бы вопросов какой-то критики я бы ничего не не снимала снимала там свои какие-то выдуманные темы которые я придумала точнее сейчас я открою телефон и буду смотреть какие комментарии вы писали буду наверно с конца то есть сегодняшнего дня что вот буквально сегодня пришло два часа назад буду зачитывать в порядке убывания может быть надо было наоборот сделать но я честно говоря очень неожиданно решил внезапно записать это видео поэтому не готовилась к нему и так давайте начнем итак первый комментарий который мне попадается евгений стрельников написал к видео где я расскажу что меня удивило в россии написал переехали бы волгоград говорят нет ли с говора нет лесов нет лето как казахстане да он и под боком город огромный квартира дешевые цены низкие в этом видео я рассказываю о том что меня удивило в россии но многие почему-то поставили знак равенства то есть удивило равно все мне здесь не нравится все плохо напишите кстати как вы считаете если в этом разница ну наверно смысла нет даже просить вас писать потому что разница огромная на мой взгляд нельзя поставить знак равенства между словами удивило и все плохо все я уезжаю отсюда да и так далее если я говорю о каких-то минусах воронежа конкретно россии в целом нашего переезда в частности это не значит что все плохо и нужно отсюда бежать или мне лично не нравится ли я как-то разочаровалась нет просто я говорю реальные вещи это реальные факты это такие же реальные факты как небо голубое солнце встает по утрам да то есть это все то же самое я реально это все вижу у меня нет розовых очков как многие думают в этом плане я просто оптимист по жизни и стараюсь вычленять все хорошее и обращать на это больше внимания свой ниже плохое что хоть соответе евгению стрельникова так это то что ну опять же вот комментарии с оттенком того что он чуть туда переехала раз там все неплохо пережива волгоград а волгограде что минусов у нас нет а в сочи а в москве я не знаю белгород взять курск любой город россии везде есть свои минусы и минусы эти чаще складываются не потому что да там общепринятые минусы есть конечно и общие минусы на допустим где-нибудь разбитые дороги вот если они разбитые да то как ты их не называй они все равно разбиты вот но есть такие минусы которые складываются из твих личных просто представлений и ожиданий это уже какое-то субъективное мнение к объективности это мало имеет отношения поэтому предлагаю мне волгоград вы можете с тем самым успехом предложить любой другой город и это не значит что я тапки в руки и полетела там я тоже найду какие-то минусы и вы найдете все найдут нет ничего идеального никого идеального в каждом из нас есть минусы и плюсы в каждом городе есть минусы и плюсы поэтому я вообще не вижу смысла сравнивать в том видео я лишь как бы сравнивала чтобы показать просто разницу но не в пользу казахстана в пользу не то что в пользу чудо а просто вообще что ну да вот я жила была так переехала стала так меня это удивило вот и весь посыл этого ролика поэтому надо придумывать того что того чего нет рамос или рамос добавил комментарий если сравнивать климат воронеже северного казахстана в казахстане ужасный климат а воронеже он сам прекрасный на самый прекрасный хотел написать на самом деле опять же не вижу смысла сравнивать да там холоднее здесь теплее ну как бы извините немножко разные разные направления если мы будем сравнивать допустим два города находящихся на одной примерно линии да ну к примеру взять краснодарский край можно посравнивать не знаю сочи и анапу краснодар и тот же сочи да то есть тогда в таком смысле наверно есть сравнивать но когда страны ну или города находятся на разных вообще плоскостях как бы то смысл понятное дело что здесь центр до теплее как-то там север вот следующий следующий комментарий тут это меня видео а вы фармацевт или провизор я провизор по образованию многих интересует моя работа что да как в общем я провизор работаю в аптеке сейчас вот вышла на работу пользователь т-34 транс оставил комментарий хотел присмотреть какую квартиру взяли в каком районе и за сколько от этого наставил еще два комментария а вы купили квартиру или на съемной живете какие цены почем снять двухкомнатную почем купить если купили покажите подскажите что купили и почем и еще предположу что у нас возможно обманули с покупкой в общем нельзя три подряд комментарии я уже ему там ответила что актуальные цены нужно смотреть на 2020 год сейчас на сайтах объявлений недвижимости тот же циан авито открывайте камелот если именно воронеж интересует воронежская область то камелот сайт и газета из камелот ну в общем все актуальные цены вы можете узнать через эти источники либо еще какие-то другие на общем я помог кроме этих трех никакие мы не смотрели не я не муж поэтому стоимость квартиры ну я не знаю если очень кому-то интересно то полтора миллиона ставила наша однушка тогда пять лет назад смысл сейчас сейчас 2020 год как бы мы купили однокомнатную квартиру я делала рум-тур по-моему этот рум-тур у меня как раз на канале уют за пять минут переходите по ссылке я оставлю в инфобоксе посмотрите я показываю нашу однокомнатную квартиру конкретно уголок ребенка ну там или это было на детском канале в общем оставлю ссылку любом случае детский канал в смысле детский а такой мамский канал инстамама поэтому если интересно да ну вот такую квартиру за столько мы купили мы стремимся улучшить наши жилищные условия и купить что-то побольше ну когда появится такая возможность поэтому я считаю что сейчас классно что нам есть где жить мы потихонечку облагоустраиваем наше жилище еще не все доделано потому что на квартиру мы скребли а на ремонт как бы не было денег я в декрете было очень долгая история так что не вижу смысла если сейчас такие цены или нет я честно говоря не в курсе зависит еще район какой вы выберете зависит этаж то есть даже в одном и том же доме квартира могут стоять по разному зависит от того вторичка это или новостройка поэтому смотрите сами последний комментарий который относится тоже к ролику что меня удивило в россии отличие и так далее а тут несколько комментариев а ну вот опять же все относится к тому что зачем переезжали если тут все плохо но зачем переезжали если тут по лесам не пролезли дома слишком близко написал пользователь ттт ггг я ему объясняла на 15 комментариях то есть прям переписка получилось что это не главная причина не переезда это не главная причина переезда и так далее то есть это просто то что меня удивило в россии и все не надо придавать этому большее значение чем есть либо меньше чем есть это факт это я не знаю это вот то что меня удивило и я не понимаю что он как никогда он прицепился я понимаю что люди могут комментировать ролики да разные раз уж комментарии открыты и вот часто пишут ты же о блоге ты же открыла комментарии значит тебе для чего-то надо нужно это для того чтобы понимать что людям интересно что людям нравится может быть у них есть какой-то свой опыт но вот серьезно ну хватит уже ребята если я опять же пишу говорю о чем то что меня удивило не понравилось это не значит что все я уже собираю чемоданы вот так вот еще один комментарий я не знаю как ник прочитать хэлджи эйс или как то так извините если так я так понимаю вам в лицо никто не говорил что приперлась делать выводы название комментариев глупо русским языком владеет более 500 миллионов человек а в рф проживает 146 миллионов то есть по статистике два из трех комментаторов не являются гражданами рф по поводу русской левы можно ответить следующим стихотворением ну там стихотворение т т т т т т т т по поводу до того что тот же самый даль до датчанин и пушкин не являются русскими и разве можно их назвать не русскими да то есть это классика просто вот так ответить ответить на это я могу только тем что делать выводы на основании комментариев но вывода дело не только на основании комментариев и прекрасно отдаю себе отчет в том что в интернете много чего много кто может писать я никогда за любым ником не могу понять кто это иногда люди в шифруются прячутся непонятно не пол человека не в национальности то где он проживает и на диване какой продавленности десятилетний или тридцатилетний он лежит и делать свои комментарии до особо ценные дает то есть непонятно что этот человек в жизни кто он чего он добился и знать бы это да и тогда ты сравнишь да как то что кто это меня комментирует но когда ты не знаешь кто тебя комментирует ты можешь только догадываться что скорее всего это люди которые ну как ты пытается за счет тебя самоутвердиться иногда пишут обидные вещи и на самом деле открою вам тайну века когда я завела свой youtube канал это было разочарование года вот честно я не знала что столько столько людей могут писать столько гадости друг другу я бывал на каких-то форумах где люди друг другу что-то плохое пишут да там начинают сцепляться ссориться и так далее но когда я завела свой youtube канал я поняла как это бывает на самом деле и когда вы мне пишите да не обращай внимание там тэ 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 ребят ребят я я тоже так думаю серьезно мы об этом с вами еще поговорим обязательно какие-то разочарования или то что я увидела хорошего тоже есть и плюсы и минусы вот но я вам скажу что это не просто это не просто это это не просто поэтому давайте вынесем это на отдельное видео поговорим об этом но это не просто когда пишут откровенные гадости когда не просто другое мнение и часто все часто да вот это ты же блогер ты же открыла комментарий вот об этом тоже поговорим но могу сказать что выводы сделал не только на основании интернетовских каких-то отзывов комментариев мой адрес но и на основании того что я услышал когда мы переехали к нам очень приближительно в какой-то момент некоторые люди относились но это были разовые единичные случаи и в общей массе положительных всех эмоций и отношения других людей это просто капля в море вот серьезно но эта капля она все равно дает мне право скажем так делать выводы на основании того что люди все-таки могут многие считать так в лицо тебе не говорить где ну вот в интернете все-таки широкие все такие смелые поэтому высказываются поэтому я все-таки склонна думать так что есть у людей разное мнение не только все в интернете плохо высказываются чаще всего интернете люди просто выражают свои истинные мысли прячется без за безнаказанностью за этими никами непонятно какой нации какого пола человек национальности точнее непонятно вообще да что из себя представляет поэтому вот так вот все происходит на самом деле люди в живую может никогда не скажут ничего подобного все все такие хорошие все всех обсуждают все обо всех говорят у всех есть на все свое мнение иногда нам кажется что все такие классные но бывает все иначе нам повезло мы столкнулись большинстве с хорошими людьми с адекватными людьми но вот эта капля в море поначалу пару раз было что вы беженцы такое ощущение было даже если мы были беженцами из украины тогда было очень много беженцев что это прям что-то очень плохое второй момент в больнице в женской консультации я была беременна и должна была встать на учет и очень пренебрежительно таким тоном ой там девушка из узбекистана посмотрите что можно этом к нам прикрепить я говорю из казахстана ну из казахстана быть и все равно понять и все равно для нее это какие-то страны не знаю третьего мира или какие-то отбросы общества я почувствовала на себе эту неприязнь вот вот так вот вот такое отношение из казахстана узбекистана таджикистана и за вообще откуда ты ну ты вообще не русская как мне россиянка иди отсюда третий момент говорили не мне лично я услышала другим переселенцам из нашего центра переселения говорили одна там женщина была говорила что они все сюда едут вот что вы сюда едете пишите ваши новые вопросы комментарии по каждому пункту что вы думаете и я буду снимать новые видео всех было рада видеть всем пока пока и до новых встреч всех кстати с новогодними праздниками это елка на больше не появится на фоне потому что мы ее разберем уже ближайшие дни всем пока пока